По поводу наших партнеров. Похоже, западные партнеры наши услышали просьбы очередные, которые настолько логичны об усилении ПВО. Ну, вот и Германия нашла первый П-3. Первый он, надеюсь, не последний. Ну, один, было бы правильнее сказать. Также были анонсированы и другие системы, в том числе президент и Аристе анонсировал, хватит ли ракет для ПВО, для отражения этих атак. Потому что после этой, будем говорить, последней, в надежде, комбинированной атаки, было много информации о том, что просто иссякло наше ПВО ракетами. Так ли это? Или это очередные вбросы врага? Да, ну, стоит не забывать, что ведется полномасштабная агрессия, и противник всячески пытается влиять на общество, в том числе на наших союзников, своими информационно-психологическими операциями. Да, естественно, мы можем говорить о том, что ракеты к нашим системам, которые предоставляют наши партнеры, они являются дефицитными. Но это абсолютно очевидно, поскольку Украина, к сожалению, пока еще не может самостоятельно производить, пополнять этот запас. И в этом плане мы полностью полагаемся на наших партнеров, которые знают, сколько у нас есть ракет, потому как сами их предоставляют, знают, какие есть комплексы у нас, сколько нам нужно. И в этом плане мы полностью полагаемся на них и благодарим их. Германия в своем лице, мы абсолютно благодарны их народу, их руководителям страны, потому как это страна, которая является абсолютно одним из лидеров в предоставлении нам различных систем ПВО. В том числе они нам передали и системы Патриот, и Арисы, и Гепарды. Это системы разных радиусов действия, то, о чем мы говорим, представители разных эсталонов. Если мы говорим о глубоко эсталонированной ПВО, это три слоя малого, среднего и большого действия. По факту они нам предоставили по несколько установок тех или иных уровней защиты. Это крайне важно, потому как каждая линия ПВО, она выполняет свою роль, свою задачу. Естественно, что более, ну что, как это сказать, более лучше сбивать тот же самый шакет Гепардом, а не Патриотом, ракета которому стоит сотни тысяч долларов. Это абсолютно понятно, и тут нам стоит как раз развивать наши системы ПВО, пытаться выстроить, как мы видели, например, на примере Израиля, когда у них работала и авиация, и стационарная система ПВО, и когда есть флот. Да, это все вместе работает, и это как раз и делает эту непробиваемую стену, которая может отразить любые угрозы, в том числе и баллистику может сбивать, то, которое является одним из самых-самых сложных абсолютно целей. Естественно, это все может работать. В нашем случае нам также нужно развивать разные системы, в том числе и радиоэлектронную борьбу, которая также помогает нам экономить эти ракеты, использовать, например, мобильные огневые группы, которые также эффективно себя зарекомендовали, и мы боремся с ракетами. Сегодня уничтожили 9 из 9, что является 100%. И ранее мы показывали очень хороший результат, то есть там 39 из 40, ну и другие числа, ну почти 100%, что очень помогает нам экономить ракеты при сбитии более серьезных целей, такие как, например, аэробаллистические ракеты «Кинжал» или же «Циркон». Естественно, нам выгоднее и успешнее нам использовать серьезные системы типа «Патриот». Да, конечно, если будет лететь, например, даже тот же «Шахед», условно говоря, и у нас не будет там более ничего, кроме как «Патриот», мы используем и эту установку, потому как жизнь, здоровье наших людей, оно бесценно. И мы это понимаем, и мы будем бороться всеми возможными методами, которые у нас есть. Но, естественно, нам нужно развиваться, искать свои какие-то, развивать наш военно-промысленный комплекс, в том числе, дабы эффективно противостоять вот в тылу уже Украины, да, прикрывая наши объекты критической инфраструктурой в том числе, и бороться с угрозами с неба. Пока говорили про сбитие «Шахедов», вспомнила, где-то видела в одной из наших программ, комментарии наших зрителей, они спрашивали, правда ли, что в Украине есть эти установки «Вампир», «Вампайры», по-моему, да, которые с лазерным наведением, ими тоже можно сбивать «Шахедов». Давайте ответим им на этот вопрос, есть ли и насколько они эффективны. Ну, абсолютно, это убийца «Шахедов». Они очень мобильные, они очень портативные, относительно недорогие. Они могут устанавливаться как стационарно, так и, например, в пикап куда-нибудь, да, в кузов какой-нибудь машины, и абсолютно они эффективно используются на разных направлениях. Нельзя сказать, что они там где-то что-то одно прикрывают. В том числе, они эффективно могут использоваться на прифронтовых территориях, в сбитии оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, например, как «Орлан», «Зала» или «Суперкам», тот же. Очень эффективные, очень крутые установки, и мы очень благодарим наших партнеров за предоставление именно этих систем. Субтитры создавал DimaTorzok